На уборку становись. В борьбу с мусором вступили более 20 школьников. Их не остановила даже пасмурная погода и моросящий дождь. Вооружившись пакетами и перчатками, ребята вместе с представителями компании «Лукойл» выдвинулись в лес убирать за горожанами, которые считают, что мусорные урны установлены для городского интерьера, а не ради поддержания чистоты. Судя по тому, сколько мусора показалось из-под снега этой весной, культуру людям надо прививать и прививать. Ежегодно эту акцию мы проводим в конце мая, чтобы дети перед выходом на каникулы с мыслями о том, что нужно беречь природу, выходили на каникулы и уже в течение лета бережно относились к природе. И тем самым мы подчеркиваем единение сотрудников коллектива рабочих и школьников города к тому, что мы делаем одно благое дело. Вместе с представителями ПОВ «Нефтегаза» и Когалым «Нефтегаза» очистили лесной массив от мечети до храма. Одноклассники Арсений и Павел не обходили стороной ни один фантик, исследовали каждый квадратный метр. Считанные минуты и пакеты оказались забиты до отказа. Пришлось идти за новыми. Сейчас мы прошлись минут за десять, собрали по три пакета мусора. Это наш город, мы не можем к нему остаться равнодушными, так как это место для нас вторая родина или первая для некоторых, за которой он должен ухаживать. На самом деле мусора очень много. Ежегодно множество людей выбрасывают большое количество мусора и этот мусор просто невозможно собрать за один день. Но собирать детям можно было только безопасный мусор. Допустим, битые стекла и бритвы брать в руки запрещено. Так, воспитанники школы номер восемь принимают участие в решении проблем и сохранении окружающей среды в своем регионе. ТПП «Повнефтегаз» и профсоюзный комитет надеются, чтобы каждое мгновение экологической акции оставило в сердцах детей теплые и добрые воспоминания. Впрочем, одной лишь уборкой марш-бросок экологического десанта не ограничился. Организаторы решили совместить полезное с приятным. После трудовой деятельности пригласили ребят согреться горячим чаем и перекусить. Кроме этого, всех ждала викторина. Ребята смогли проверить свои знания в области экологии и окружающей среды. Анна Корязина, Михаил Суханов, специально для Новостей.